Привет! Сегодня мы попробуем сделать одну интересную вещь из батарейки. Я храню батарейки, то есть севшие батарейки, вот в таком пластиковом контейнере. Потом просто возим их, сдаем. В торговом центре есть пункт приема. То есть в обычный мусор мы это не выбрасываем. Мы же разберем вот такую вот солевую батарейку. Это делается совсем просто. С помощью кусачек, вот таким вот образом, и нам нужен непосредственно вот этот вот графитовый стержень. Как его получить? Как я и сказал, нужно выкрутить сам стержень из этой массы. Но самое важное, что можно делать с помощью данного стержня, это варить цветные металлы. Мы возьмем самый рандомный момент, это вот такой вот провод медный. И эту скрутку нам нужно как-то запаять. А точнее не запаять, а заварить. Вот так это все выглядит. И у меня стоит самый минимальный ток на сварочном инвентаре, это 20 А. Включаем. Не забываем про маску. Не забываем про краги. Смотрим. Спустя секунду у нас есть капелька меди. Расплавляет моментально, так как на конце этого стержня формируется, я думаю, что довольно высокая температура. И вот, это у нас капелька меди. Попробуем еще раз. Взял вот такое вот бронзовое кольцо. Бронзовое колечко. Попробуем, как оно у нас будет. 100 Ампер. Уменьшим. Слишком резко. 60. 60. 60. Очень интересный эффект. Получается, бронза просто сгорает. Пыль. Она не тает, она не плавится. Она разлетается. Какие-то есть частички. Получается, типа, расплава небольшие. Но в остальном, в остальном это выглядит вот так. Прикольно. Мне было интересно попробовать и также с вами поделиться, что из самой простой, абсолютно самой простой дешевой батарейки из фикс прайса можно выдернуть вот такой вот графитовый стержень. Которым, как минимум, можно заваривать провода, чтобы делать хорошие скрутки. Ну, а как максимум попробовать плавить все-таки металл в тигеле. Я думаю, что тема интересная. Напишите ваш комментарий. Давайте обсудим, что еще можно сделать с помощью графитового стержня. И не забывайте подписываться, а также ставьте свои лайки. Покеда!